я говорю нормально сейчас снимем вот запись пошла ты готов да давай поехали я и я вон ту ванцу заходи каждый четверг 20 00 логин чен урбана пароль братуха брукс рубит биты не покладая рук хорошо моей бабули слабый слуг формула программы без хитрых изгибов фарш из приколов новостей и видеоклипов а также гости милости просим всегда найдется кому перемыть все кости дсп снимаем видео сами присылаем нам и смотрим в этой программе плюс рубрика фиб интересные совместки к примеру noise mc и анни вески ну что иди подсоби мне тут бабуль ну мы репетируем ты знаешь у меня давление ну шо я седу м а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Так, все, продолжаем. Давай. Готов? Поехали. Женчик. Оу. Тут мужчина пришел какого-то Чечена, спрашивай. Бабуль, ну сколько раз говорит не Чечена, а Чена. Ну пусть заходит. Что ты берешь вас с вашими кличками? О, Чен. Брэн, мир твоему дому, брат, здорово. Чечена. Вот мы с Бруксом, тут видос. Брукс, респект. Здравствуй. Проходи, присаживайся. У вас здесь вообще нормально, МПС стоит. Все, у нас микрофон, камера, снимаем хоум-видео. Спасибо, что согласился поучаствовать. Да вообще не вопрос, брат. Я думаю, будет круто. Мы с тобой обсудим твой клип. Еще интереснее, если не пришлось? Я видел твой клип, Супер Биф. Биф, по-моему, это мега тема вообще. Самая актуальная тема в русском рэпе на данный момент. Ну, я так считаю. Мой клип или биф? Клип на биф. А у тебя есть биф? С кем у тебя есть биф? Не, ну у меня бифа вообще нету. Ну это все ерунда. Ерунда, но это же происходит. Не, не, ну как? Ну, и как сказать? Когда такой клип появляется, наверное, автоматически бифы должны возникнуть. Но все люди нормально восприняли, умные люди, и все нормально. После такого клипа на тебя биф. Да, да. Ты его сделал? Нет. Ну, я имею в виду диск, что потом покатил. Не, ну, понимаешь, надо же, когда ты делаешь биф на кого-то, надо переплюнуть кого-то. Ну, попробуйте, такой клип снят еще. Кто в труселях может выйти? Только Джи Вилкс. Ну да, и че? Ты будешь чем-нибудь? Муж кофе? Я кофе кубокнул бы, да. Бабуль! Ну шо там опять? Че надо? Кофей вкус сделай нам! Ну сейчас чайник поставлю на виду, ага, ага. Два сахара можно? Два сахара! А мне зеленый! Да хоть синий! Че, как у тебя происходит? Библый бутс? Сейчас тебе покажу. Ну, я же не с пустыми руками. Да ладно. Так, вот. Нифига себе. Мой альбомчик, это тебе. Ну ты, наверное, скачал уже, но все равно, подарок. Знаешь, не люблю качать. Не люблю качать, честно. Ну и покупать особо тоже. Обычно дарят. Самое главное, тему найти, правильно? Все думают, как тему найти? О чем вообще? Что вокруг? Пальца высасывается. О-о-о, а забывают, что на самом деле вот все вокруг. Вот она жизнь. Вот она. Другой не будет. Будет только такая. Вот об этом надо читать. Не о том, что должно быть. Не о том, что я хотел бы, чтобы было. Или о том, что у кого-то там. Вот о нашей реальной жизни. Брукс, ты с нами? Смотри. Ангел прилетает к человеку и говорит. Чувак, меня послал Всевышний, чтобы сказать одну вещь. Ты с микрофоном стоишь перед толпами людей. Тысячи людей тебя слушают. Думай о том, что слово, которое ты сказал, вылетело у тебя изо рта, оно одно, а в ухо, кому попало вообще в другом видео, он вообще не так его понял. У тебя есть такая власть над толпой, потому что у тебя есть микрофон, и ты стоишь перед этими людьми. Что, блин, подумай как следует, что ты говоришь? Это слово может вообще по-другому отозваться в их ушах. Об этом будет трек и клип. Это Джей Вилкс, команда Big Black Boots. И сейчас мы будем смотреть видео. Видео? Под названием... Названием... Супер Биф! Если кончается бит, то кончается биф. Он просто без бифа рифмы будет иметь другой вид. Каждому хочется услышать какой-нибудь миф. Причем при этом не важно, ты ли гагуф или ки. Цау-райкер закрываются план. Деца выставил лимон и альбом не продал. Нижний Новгород под знаком базара вдруг предъявляет в Москве скандал. Ответит за базары, хвалов выставляет меда за дверь. Чебоксары прут на пер, а йогурт на дверь. Какого ни возьми, продюсера строго еврей. Ну а в Инфинити закрыта дверь, если не гей. У Биг Багуца юга биф ненавидят друг друга. Биф у МС молодого против друга или трюка. И пусть все это прошло, как после страшного сна. People have it, биф, как у Макдональдса. Супер биф, весь people have it. Супер биф, people покакают. Потом бумагой пройдется и смоет водой. Канализация топит, давайте биф другой. Супер биф, весь people have it. Супер биф, people покакают. Потом бумагой пройдется и смоет водой. Канализация утопит, нужен биф другой. Давайте биф другой, нати пожалуйста. У G всегда найдется то, что людям нравится. Драгу прыгает в зал со сцены дать. Вы это видели? Про это есть видео, псы. Питер взрылся в Москву против центра. Я бить запись концерта. Крип, лури, стек. И если дальше прокопать внутри Питера. Крэки дали ты, за другой группой из Питера. А если дать мне пол литера и нет родителей. Я готов сделать то же с группой из Москвы. Да и в столице-то не любят наводить мосты. Разводить понты? Вот это весело. Уверен, Тимати решил из рэпа уйти. Из-за того, что получать зы. Ты лучше от зверев. И напоследок я скажу вам мнение свое. Бифы круты, они развивают свой флоу. Супер-биф? The people have it. Супер-биф? People покакает. Потом бумагой пройдется и смоет водой. Канализация у топит. Давайте биф другой. Супер-биф? The people have it. Супер-биф? People покакает. Потом бумагой пройдется и смоет водой. Канализация у топит. Нужен биф другой. За супер-бифом стоят в очереди люди. У супер-бифа есть свои поклонники и суть. Ну и, конечно, если наш хип-хоп это фастфуд, я занимаю очередь. А 8 мне дадут. Здрасте. У меня, пожалуйста, 3 Биг Мака, 3 чизбургера, дабл-чизбургера, лучше дабл-чизбургера, 3 супер-бифа. И картошки побольше, и главное 3... Нет, 9 сырных соусов. Спасибо. Спасибо. Супер-биф, без пипл хавит. Супер-биф, пипл покакает. Потом бумаги пройдется и смоет водой. Канализация топит. Давайте биф другой. Ты мне скажи, пожалуйста, как ты думаешь, продолжая тему вообще о бифах, вот этих диссах и всей этой теме, почему в русском рэпе это происходит, потому что это неотъемлемая часть вообще хип-хоп-культуры, и наши, как всегда, все перенимают с запада, естественно, перенимают и это направление как бы в хип-хопе. Либо у нас это что-то особенное, это, может быть, способ как-то пропиариться за счет других на форумах или еще что-нибудь, потому что у нас же нет все-таки такого количества профессиональных видеоклипов там и даже каналов специальных, где бы показывали хип-хоп. Как ты думаешь, как это вообще происходит и почему это происходит? Либо действительно у людей настолько серьезная неприязнь к этим людям, которые хотя бы хоть чуть-чуть становятся известными, что нужно обязательно их опустить, там, нагнать на них. Я думаю, что просто любви нету в сердце у людей. Просто нет любви, понимаешь? Если есть в сердце любовь, в широком смысле слова, понимаешь? Ты никогда не оскорбишь другого человека, даже если он тебе не нравится и творчество его тебе не нравится. Ну не оскорбишь. Это я думаю так. А еще я думаю, знаешь что, что... Вот смотри. Люди же все смотрят телевизор, да? И сами по себе знают, что больше всего нам нравится смотреть на какие-то такие передачи, где показывают негатив. То есть происшествия, катастрофы, кто-то кому-то морду бьет, кто-то с кем-то ссорится, у кого-то здесь ни с кладушки, ни ладушки. Это тому-то изменяет. Ты этот, понимаешь? Потому что зло, оно притягивает. Это всегда было притягательным. Все становятся злыми. Конечно, надо создать что-то такое, что... Почему в этом клипе, который мы сейчас посмотрели, самое главное, это припев. Супер биф. Весь пипл хавает. Этот клип, на самом деле, для... Даже не про тех артистов, которые перечислены в клипе. Этот клип не про меня, который сидит в труселях. А этот клип про вас, которые хавают это. Если бы... Если бы вы бы отворачивались из этого говна всего, если бы вы игнорировали это и не интересовались этим, и понимали, что это все надо оставить в покое, не мараться об этом, не было бы этого. Не было бы этого всего. А так как это хавается всеми, и это становится реально как бы популярным... Блин, все телешоу на этом основаны, самые рейтинговые телешоу, это загляни на скандалы, когда, да, под стеклом, за стеклом, и так далее. Понимаешь? Об этом речь. Люди это будут хавать всегда. И будет это зло или нет, мне кажется, всегда интересны склейки, всегда интересна ругань, всегда интересны... А молодым рэперам, еще раз повторюсь, что им просто не о чем писать. И у нас в основном же молодые рэперы... Они будут о чем писать, потому что они смоют куда-то туда. Посмотри сюда, посмотри в свою жизнь. Там столько всего есть. Бро, ну я не ожидал, что это будет на телевидении, я приоделся бы. Ну честно, это вообще было домашнее. Это было вот так, как у тебя здесь. Ну вот, поэтому я в такой же обстановке тебя и встречаю. Мне кажется, так намного будет удобнее обеседовать с людьми в непринужденной обстановке. Единственное, может, вместо чая что-нибудь в следующий раз мы другое попросим бабушку. А у меня все с собой есть. Да? Конечно. Нифига себе. Ну тогда, я думаю, нам не стоит это снимать. Ну да, выключайте. Мы сейчас выключим камеру, и, короче, Брукс нам сделает бит, а мы посмотрим, что у тебя там есть. Окей? Конечно. Ну все, это был J.Wilx, Big Black Boots, Super Beef. О, смотри, урбана идет. Что она? Урбана, говорю? Урбана. Урбана. Бурбонна. Да какой бурбон. Хик-хоп, урбана. Дурдомна. Ключи, новости. На тебе новости. Меня зовут Майк, это вот Андрюха Килл, это Андрюха Л.A. Мы представители так называемой White Smoke Community. Я автор вот этой вот самой книги. На самом деле уникальность этой книги не только в том, что люди узнали вообще, что такое White Smoke Clan. Уникальность этой книги скорее даже в том, что в принципе это первая книга в российской истории, вообще в истории рэп-культуры именно о уличном рэп-движи. То есть до этого момента были какие-то книги. Были какие-то книги, то есть, ну, например, Грюндик выпускал книгу, но там скорее стихи, да, то есть это творчество. В то время как у нас именно история становления московского рэп-движа. Вот. Да, то есть, ну, конечно же, там есть и любовь, там есть и много насилия, и немногие люди смогут адекватно воспринять эту книгу, то есть мы это отлично понимаем. Вот. Но с другой стороны, собственно, мы почему взяли именно за основу Вайтсмок-клан? Потому что в то время среди всех рэп-тусовок, так сказать, Вайтсмок были самыми такими одиозными, самыми сильными, самыми известными. Вот. И для движа, вообще для рэп-движа Москвы сделали действительно очень много. Где-то три месяца тому назад нам дали премию Ильи Кормильцева, отметили нас как лучшее произведение за 2008 год в жанре нон-фикшн. Слушайте правильный рэп, будьте честными, искренними в своем творчестве, в своей жизни, идите правильной дорогой и все будет хорошо. Меня зовут Ильи, Вайтсмок комьюнити. ДСП. Это место нашей программы, где мы показываем самопальные видеоклипы. Один из них мы сейчас посмотрим. Кстати, не забывайте, что осталась всего одна неделя для того, чтобы прислать свои видеокуплеты на лонг-микс проекта на Марс. Бабуль! Готово! СБ зажигает суперзвезду, СД подарит диск только одному, А, Ре на гитаре возьму как ноль, этот приз не нужен для настоящих звезд. Дорогие зрители, уберите от экранов родителей, будет лучше, чтоб они не видели этого видео. Видимо, они не вытерпят выбор родителя и вырубят ему выделенку и телевидение. А тут такие события, вскрытие мозга, инструкция по достижению мною звездных подмостков, чтоб знали подростки, как быстро и просто поднять рост популярности на все девяносто. Для этого нужно идти правилам в апреки, издать не трек, а клип в финале без башки. Пожалуйста, прости меня, подозрительный тип, низ позитив не могла по-другому поступить. Россия должна знать лицо своих кумиров, ведь судей удивить задачи не всем по силам. Во-первых, как минимум, спроси меня как, возьми пример со стима. На настоящем рэпере одновременно одеты блинки, цепи на голове сразу несколько кепа, бронежилеты, желтые тимберленды, которые он не снимает даже в летнее пекло. Обромные трубы и необъятные футболки, руки в наколках, горы бабок и тёлки, которые круто крутят своими попами. Вот в чём суть труда настоящего тип-попа. Особо важная персона, как Сильвестр Сталлоне, пофиг, что твой талант ещё в форме эмбриона. Всё равно, этот ни в чёмный гон услышат миллионы, даже если твой репертуар представляет такое. Все знают имя Клава, и где бы я ни была, слышу, да ладно, в натуре Клава. Да-да-да-да-да-да-да, вот так читать не надо, это полная ерунда. Зато я секси-секси, у меня есть клип, и я звезда. А что делать тем, у кого нет таланта и денег? Уверена, парень может добыть о сцене на время. Не всё потеряно, для девушек посмелее, за пределы веба пробьют дорогу своими размерами. Вот если бы у меня были сиськи-помясисти, я бы давно уже пела вместе с Даганой Кристи. Ведь эти два мешка риса без особого риска. Путь шоу-близ делают действительно близким. Слюней, брызги, крики, вопли, визы, с витрин магазинов бы за раз разлетались релизы. Меня бы звали на бис не за то, что я круто спела, а за то, что моя грудь пятого размера. Заметив мои плюсы, размеры бюста, продюсер поймёт, что все мои минусы просто мусор. Музерам пришлось бы по вкусу моё искусство. Бьюзали пьём, как кукурузу в Советском Союзе, а я продолжу рубить капусту и буду богатой. Итак, теперь подведу итог этого батла. Радуя своих фанатов, стану первой в этом чарте. Каждый пятый знает меня, как группу Секловата. С.В. Зажигает суперзвезду. С.Д. Подарит диск только одному. БА. Рэ. На гитаре возьму как ноль. Этот криз не нужен для настоящих звёзд. Настоящих звёзд. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Настоящих звёзд! вот это джем я понимаю а теперь рубрика fit увидимся я так далек от бога что мне страшно думать мне хочется порою голову в петлю засунуть но даже это я уверен не поможет тем кто не может больше держать себе то что их ложит поэтому я не далек от предела за которым на мои устои будет спущена собак свора когда мне не хватит разговоров с теми кому веришь чтоб восполнить потерю главного надежды мне уже не будет хватать одежду скрыть раны мне станут не нужны карманы кошельки я буду считать шаги до края осознавая что и это не . это только запитая я не понимаю как людской род из года в год по принципу живет что все и так сойдет для тех вперед не видите света в конце тоннеля ведь самом деле зачем нам смысл если нет души в теле ведь мы не захотели страдать чтобы обрести рай и наша жизнь как фарш мясорубки лезет через край купи продай убей предай что потом не нужен смысл тем кто и не живет совсем это мак из мск и антизомска делай громче звук сегодня будет жестко это только для своих только вам двое м си программа фит канал и ванн это антизомска и макс из воск делай громче звук будет жестко это только для своих только вам двое м си программа хит канал иван щедра на выстрелы рваные раны скрытые вены щедра на перемены худшему слепак старым не видеть тех кто не живет а сживает а нам снижает процент уцелевших точно косит недозревших свинцом горячих точках чем-то малолетним . помогает молча а глотать таблеток кучу бы несчастный случай в спит где суицид и так весь алфавит читал где-то что от нас она в паре метров он за плечом в аккурат там куда плюем и что когда настанет время без извинения и стыда просто позовет тебя туда куда откуда неважно я тут подумал если сделать так что выйти к ней на контакт ну два три метра слава богу не с другой планеты но чтоб не бегать по хатам как от военкомата посмешил бы старую поведал планы рано мне еще я в париж не свозил маму и подарил брату бмв пятой модели отец не видел как над лучшим альбом карпели на безымянном пальце нет кольца я свободен ни дочки лапочки не сына молодца а надо руки родителей уважить чадом ты же понимаешь это им за нас награда и еще раз уж мы с тобой на ты теперь прошу не забирай даже в рай тех кому я нужен не по каким-то нуждам и делам а просто как своим старикам и все остальное в силах обеспечить сам дальше мысль рвется образ блекнет мой собеседник не дал мне никаких ответов а если б дал я б наверно что пожалел об этом это мак из мск и антизовска делай громче свои колонки это только для своих только вам баймс и программа фит канала лауа а 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 Субтитры сделал DimaTorzok